Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Сегодня мы с вами рассмотрим великолепную партию выдающейся шахматистки нашего времени, китаянки Хоуи Фань. Ей принадлежит своеобразный рекорд. Хоуи Фань удавалась целых 4 раза завоевывать звание сильнейшей шахматистки на планете. Также Хоуи Фань трехкратная победительница командных чемпионатов мира по шахматам среди женщин в составе сборной Китая. И хоть на сегодняшний момент, на июль 2017 года, чемпионкой мира по шахматам официально является ее соотечественница Тань Джун Ги, мы понимаем, что после ухода, отхода от практических шахмат выдающейся венгерской шахматистки Юдит Полгар, именно Хоуи Фань фактически является сильнейшей шахматисткой на планете. Итак, мы с вами сегодня рассмотрим очень красивую партию, которая была сыграна в 2011 году в Китае. И соперницей Хоуи Фань была другая известная шахматистка, француженка Мария Себах. Итак, Хоуи Фань играла в этой партии белыми и пошла Е4. С5. На доске социлянская защита, конь Ф3, Д6. И после обычных ходов Д4, СД, Хоуи Фань немного удивила свою соперницу, сыграла ферзь Д4. В теории социлянской защиты этот вариант носит имя советского теоретика Валерия Чеховера. Вот такой ход ферзь в центр на четвертом ходу может показаться странным, ведь ферзь может попасть под удары. Так действительно и есть, но белые для того, чтобы сохранить ферзя на центральной позиции, вскоре должны будут обменять своего белопольного слона на коня соперника. Итак, далее последовали теоретические ходы. Конь С6, слон Б5 связывая коня, слон Д7, возобновляя угрозу взятия ферзя. Приходится размениваться и конь С3. Есть такие варианты, скажем, в испанской партии тоже есть такой вариант, где слон выходит на С6, но зато белые получают ферзя на Д4. Отличное развитие здесь мы видим у белых. Конь Ф6, черные развиваются, слон Ж5, Е6, ферзь Д3. Но все-таки видим, что рано или поздно ферзю нужно отойти с поля Д4. То ли под ударами черных фигур, то ли для того, чтобы уступить место более продуктивной фигуре в центре. Ну вот, например, к королевскому коню. Слон Е7, конь Д4 и ферзь Д5. В более ранней партии шахматистов-мужчин последовала ладья С8. То есть черные сразу же обозначают намерение создать контргруппу линии С. 3-0, 2-0, Ф4, А6, ладья ХЕ1. Тут такая центральная стратегия. Ферзь С7, профилактический ход Король Б1. Полезный практически в любой позиции, получившейся из открытых вариантов социлянки. Б5, взяли-взяли и конь Е2. Ну и далее здесь игравший белыми Вадим Звягинцев, который известен также своим пристрастием к нестандартным ходам в дебюте. Против Рената Джумабаева сумел все-таки эту партию выиграть, хотя нужно сказать, что в этой позиции примерное равенство пока сохраняется. Но у нас была ферзь А5. Вот так именно сыграла Марицы Бах. В принципе, тоже стандартный ход. Слон Д2. Видим, что ферзь на А5 не только намечает какое-то давление на ферзьевый фланг, но попросту напал на слона. Поэтому слон Д2 ход делать нужно. И ферзь С7. Таким челночным маневром ферзя черные заставили занять слона белых в менее активную позицию. Далее последовало 3-0, 2-0. Ну и в соответствии с канонами социлянской защиты, разносторонние рокировки и атаки на короля. Ф4. Белые сыграли. Далее ладья АБ8. В отличие от ранее рассмотренной партии, здесь черные пытаются создать контр-игру именно по линии Б. Ладья поддерживает пробег пешки. Далее была Ф5. Ну и вопрос с полем Е6. Что делать? Пешка висит. В этой позиции Марицы Бах не рискнула пойти на положение челябинского типа. Е5. Видим, что после конь ДБ5, ферзь Б6, защищая пешку на оси, можно сыграть ладья ХЕ1, ладья ФД8, слон Е3 нападая на ферзя, ферзя 5. На самом деле, несмотря на слабость поля Д5 в лагере черных, эта позиция примерно равна. Но кто играет челябинский вариант, те понимают, о чем я говорю. Компенсация у черных есть. Слон ДС. Именно так сыграли черные, не рискнули сыграть Е5 и защитили фактически пешку на Е6. Но при этом слон занял пассивную позицию. Ж4. Вот такая интересная жертва пешки. Видим, активно очень играет Хоуи Фань. И предлагает здесь забрать на Ж4, но при этом открыть линию Ж для атаки на своего короля. То есть на короля черных. Но в этой позиции, опять же, Мариси Бах не рискнула пробить на Ж4. Хотя нужно сказать, что этот ход заслужил внимания. Посмотрите, конь Ж4, ладья ХЖ1. Ну, видим, что такой ход, как конь Ф2, вилка, на самом деле, он очень вреден. Потому что после ферзи Ж3 следует угроза мата, ну и также угроза взятия коня. То есть черные теряют фигуру. Поэтому конь Е5, конь в центр напал на ферзя. Ферзь Х3. Еще раз усиливая, видите, давление здесь. Ну, слон Ф6, ход неплохой. Дальше на ход слон Ж5, Ферзь Д8. Здесь черные держатся, хотя у белых, несомненно, компенсация за пешку есть. Но черные сыграли ладья ФЦ8. То есть не идут на поводу у соперницы. Не поддаются провокациям. А играют фактически по королю белых. Ж5. Вот так, прогоняя коня. И конь Ж4. Здесь уже активно играть конем нужно. Почему? Потому что пассивный ход конь Е8 позволял белым крепко захватить инициативу. Белые бьют на Е6. И после ФЕ ладья АШ Ф1. Видим, что слабость поля Ф7 и активная позиция ладьи все-таки сделали эту позицию намного лучше для белых. Поэтому черный играет конь Ж4. Но это просто угроза тройной вилки. То есть на поле Ф2 конь будет нападать сразу на три тяжелые фигуры белых. Поэтому однозначно ладья АШ Ф1. ФЕСЦ4. Предлагаю размин ферзей. Ну понятно, в этой позиции, если уже Хууи Фань пошла Ф5, пошла Ж5. Предложила жертву пешки. То она была готова атаковать короля соперницы. Поэтому уклоняется от размин ферзей, вполне логично. Ферзь Х3. Но при этом видим, что конь на Д4 остается под боем. И опять же, здесь Мариси Бах принимает вот такое достаточно логичное, но в то же время половинчатое решение. Не забрала она пешку, не берет и коня. В то же время брать коня можно было. Ведь после ФЕС Д4 и ФЕС Ж4 на черные могут сыграть ЕФ. Как мы видим, ответное взятие пешкой невозможно. Теряется ферзь. Поэтому приходится играть ФЕС Ф4. Опять же, слон защищал пешку, поэтому ладью бить нельзя было на Ф5. Ладья Е8, слон Е3, нападая на ферзя сразу двумя фигурами. Ферзь С4, ЕФ. Ну и здесь происходит переход в окончание. Где слабость на Д6 на самом деле мнимая. Так как черный успевает забрать на Ф5. Приходится бить эту слабую пешку. Дальше слон Д6. Ну, видим, что взятие на Ж5 особо ничего не давало. Король отходил. Ну и здесь у черных подвисал и слон. Видите, на Ф5. Да, и ладья. Поэтому лучше играть именно слон Д6. Просто, да, ладья Д6. Ну и это положение примерно равное. Так можно было сыграть. Но Мариси Бах сыграла конь Е5. И надо сказать, что этот ход тоже таит в себе серьезную угрозу. Правда, которая не была реализована. И вот в этой позиции Хуи Фань, понимая, что у него под боем остался конь на Д4. Отводит его просто на Ф3. На самом деле, вот это ход нехороший. Оказывается, что нужно было поддержать динамику в этой позиции. Сыграть Ф6. Нападая на слона. Понятно, брать здесь страшно. Так как линия открывается слоном. Нужно отходить на Ф8. Если же брать на Д4, то после ФЕ очевидно, что все-таки отсутствие чернопольного слона может сказаться. Хотя, честно говоря, эта позиция, если так присмотреться, примерно равна. Разноцвет. Черных слабостей явных нет. Белый король тоже надежно укрыт. Примерное равенство. Но после слона Ф8 это довольно логичный отход. Возможно, было слон Ф4. Защищая ладью и коня. Дальше. Конь Ж6. Нападая, соответственно, на слона. ФЖ. Слон Ж7. Слон Д6. Ладья на Б8 под боем. Но зато бьем коня. Ну и здесь очень красивый вариант. Слон Б8. Ладья Б8. И в этой позиции, кажется, атака белых зашла в тупик. Но нет. Разрушающая жертва ладьи. Ладья Ф7. Шах. Грозит мат на Аш7. Поэтому однозначно ладью бить надо. Снова шах. Король Ф8. Вот здесь мы видим, что нет хода. Ладья Ф1. Так как она оказывается под боем. Это ладья. Приходится бить коня. Слон С3. Вот здесь по-прежнему у белых особо никакой атаки нет. Один в поле не воин. То есть белый Ферзь сразу мат поставить королю не сможет. Поэтому приходится бить. Ферзь С3. Ладья Д7. Ну и в этой позиции Ферзь Е3. Очень красивый компьютерный вариант. Ну и как это часто бывает в остром положении. Все заканчивается вечным шахом. То есть у черных здесь есть механизм вечного шаха. Хотя угрозы белых вполне реальны. Но здесь примерно была ничья. После коня Ф3. Хоуи Фань. Все-таки допустила активизацию со стороны француженки. В этой позиции Марисы Бах сыграла Б5. Это ход такой неконкретный. Более жесткий был ход. Очень неожиданный. Конь Д3. Иногда такие ходы проходят. Сицилианская защита. В варианте дракона я видел тоже такие неожиданные наскоки конем. В чем же здесь дело? Дело в том, что бить этого коня просто нельзя. Так как в случае ЦД мы играем Ферзя 2. Видите, после ЦД открылась линия С. И конь оказался связан. Ферзя 2. Здесь угроза следующая. Мы можем сыграть Ферзя 1. Мы можем сыграть слона 4 в том или ином порядке. Поэтому белые должны спешить. Они играют Д4, слона 4. Грозит мат. Конь по-прежнему связан. Не может брать ни Ферзя, ни слона. Поэтому слон Е1 пытаясь эвакуировать короля. То есть на шах Ферзь А1 заготовили белый ход. Король Д2. Но черные здесь могут не спешить. Они играют Б5. И здесь прямая атака черных старше каких-то намерений белых сделать то же самое с королем черных. То есть мат здесь черному королю поставить не получается. Ну а белый король уже в смертельной беде. Поэтому на ход конь Д3 обязательно только король Б1. Но вот здесь тоже очень красивые варианты. Конь Б2. Разрушение. Прикрытие короля. Бить надо. Ферзь Б4 шах. Король А1. Ладья Ц3. Но очевидно вот в этой позиции бить сразу плохо. Потому что слон Ц3. Ферзь Ц3 шах. Король Б1. Ладья Ц8. Простая рабочий крестьянская идея завести ладью на линию Б. Вот таким вот незамысловатым способом. Таит себе смертельную угрозу. При случае может и чернопольный слон подключиться после Д5. В общем здесь позиция белых проиграна. Поэтому белые должны спешить. Ф6. Это контратака. Слон Ф8. Ферзь Х4. Каким-то образом прикрывая пешку на Е4. Также ферзь может быть переброшен на защиту ферзьевого фланга. Скажем на поле Ф2. Дальше мы будем это видеть. Ферзь А3. Развязывая ладью и урожая побить на Ц2. С смертельной угрозой пешки А2. Поэтому бить уже надо. Шах. Король Б1. Ладья Ц8. Ферзь Ц2 грозит. И ферзь Ф2. В этом был смысл вот такого маневра ферзя через поле Х4. Интересно, что на ход ладья Ц4. Казалось бы, с сильной очень угрозой ладья Б4. Белые располагают защитным маневром конь Д4. Как мы видим, ферзь на Ф2 не только пункт Ц2 защитил. Но и взял под контроль поле Д4. То есть на шах теперь уже будет конь Б3. Здесь не так страшно. А белые уже сами хотят атаковать. Пробить здесь, может быть, на Ф7 ослабить. Поэтому на ферзь Ф2 черным лучше сыграть слон Б5. Поддерживая инициативу. И нужно сказать, что это позиция в пользу черным. Но у нас после хода конь Ф3. Мориси Бах не заметила этого красивого хода конь Д3. Который мог повернуть течение этой партии в ее пользу. И сыграла Б5. Ну и дала время. Время это фактически самое ценное в нашей жизни. И самое ценное в шахматной партии. Особенно в таких позициях, получающихся из социальянской защиты. Ф6. Напали на слона и на пешку. Слоны Ф8. И Ж6. Посмотрите. Очень красивый ход под три боя. Напали. Фактически мы на Х7. Грозим матом. Ферзь Х7. Но при этом пешка может быть на Ж6 взята одним из трех способов. Посмотрим, в чем же здесь дело. Ход ХЖ сразу проигрывает. Ввиду конь Ж5. Как мы видим, матовая угроза на Х7 снова возобновляется. И здесь фактически защиты уже нет. Можно было побить конем. Но тот же ход конь Ж5 ставил черных на грань поражения. Дело в том, что здесь от мата защититься можно только временно ходом Х6. Следует разрушающая жертва коня. Конь Ф7. Ну что, бить надо. ФЖ. Вскрытый шах. И нападение одновременно на слона. Ну и в случае король Ж7, мы видим, что полностью лишился пешечного прикрытия король черных. Ферзь Х6. И мат не за горами. Пешку бить надо. Остается ФЖ. Но тогда вперед идет другая пешка. После размена на Е5. Конь Е5, нападая на ферзя. Видите, ни секунду передышки не дает Хуи Фань своей сопернице. ДЕ. Попутно заметим, что открылась линия Д. Если слон отойдет, то уже на Д7 слон провиснет. Ф7 шах. Брать, понятно, нельзя. Здесь ладья защищает пешку. И после хода король Х8, Хуи Фань сделала ход ладья Ф3. Но этот ход содержит достаточно прозрачную, но в то же время очень сильную идею поставить мат путем жертвы ферзя. Например, если черные здесь наивно сыграют Б4, последует ошеломляющая ферзь Х7, король Х7 и ладья Х3. Очень красивый мат. Ну, конечно, такой мат Хуи Фань поставила, скорее всего, в сеансе одновременной игры. Но против нее все-таки сидела шахматистка, которая обладает званием международного мастера среди мужчин. Ну, а также международного мастера среди женщин. Поэтому идею эту, конечно, Мариси Баг увидела. Сыграла А6. Но нужно сказать, что и в этой позиции Хуи Фань находит лучший ход. Она играет слон А6. Жертвует слона ради разрушения пешего прикрытия короля. При этом вспомним, о чем я говорил. Слон на Д7 оказался под боем ладьи. Это кратчайший путь к цели. В то же время можно было сыграть ферзь Ж4. Идея довольно простая. Побить на Ж6. Ну, и здесь уже точно черному королю не сдобровать. Потому что на А6 уже взятие слоном фактически заканчивает борьбу. Но Б4. Контратака. Ферзь Ж6. БЦ. И слон С3. Здесь мы видим и угроза ладья Д7. Сохраняется отыграть фигуру. Вот так ладья H3, ладья H6 самая сильная угроза здесь. И дальше после взятия GH мат на Ж8. Несмотря на то, что у черных здесь лишний слон и им можно вполне отойти. Вот эти указанные угрозы просто ведут к позиции выигранной для белых. Поэтому так можно было играть. Но слон H6 конечно в разы эффективнее и несомненно красивее. Что же здесь делать? Ну, грозит просто вскрытый шаг. Слоном отойдем куда-то по диагонали C1 H6 и это будет мат. Так как ферзь на H3 стоит. Поэтому приходится брать. Но что дальше? Ну, в этой позиции ферзь Ж4 сыграла Хуи Фань. Поставил я здесь вопросительный знак. Но это на самом деле неправильно. На самом деле ход ферзь Ж4 один из способов выигрыша в этой позиции. В то же время ход ладья Ж1 возможно был сильнее. Но от того ход ферзь Ж4 хуже не становится. Ладья Ж1 нападая просто на пешку. Посмотрите, все три тяжелые фигуры белых развили максимальную функциональность. То есть отличие хода ладья Ж1 от ферзь Ж4 в том, что пешка на H6 продолжает быть под боем. Она оказывается под боем ферзя на H3. Что в этой ситуации? Если просто контратаковать Б4, то белые такими грубыми ударами разрушают позицию короля. Ну и здесь уже грозит взятие. Поэтому приходится играть король Х7. Ну и ладья ФФ6. Шахов у черных никаких нет. Грозит взятие на H6. Позиция абсолютно выиграна для белых. Поэтому на ладья Ж1 лучше сразу король Х7. Но все равно ладья Ж6 следует. Король Ж6, ферзь Ж4, король Х7 и ферзь Ж8 мат. Вот так можно было быстро выиграть. Но это, честно говоря, такой очень грубый метод выигрыша. В то же время Хуи Фань выиграла в этой партии очень красиво. Ферзь Ж4. То есть ход... Давайте. Все-таки ход заслуживающий внимания. Ферзь Ж4. Напали на пешку. Хотим просто забрать, а потом поставить мат на Ж8. Ж5. Вот в этой позиции ход король Х7. Тоже, казалось бы, единственный ход. Но на самом деле он не ведет к спасению. Да, у черных остаются два слона. Белые не берут, кстати, на Д7. Так как в этом случае их атака теряет темп. Черные могут сами начать развивать атаку на короля белых. Поэтому ладья Ж1. Просто угрозы, которые белые создают королю черных, намного весомее вот этого слона на Д7. Что делать? Грозит мат два хода. Ферзь Ж6, ферзь Ж8. Только Ж5. По иному пункт Ж6 не защитишь. Ж5. Ферзь Ж5. Посмотрите, в чем здесь идея. Просто хотим побить на Ж5 ладьей. Ферзем. А потом линейный мат ладья Х3. Поэтому слон Е7 защищает. Еще раз нападаем. Дальше. Ферзь Д4. Таким образом, белые после Х4 хотят побить на Ж5. А потом уже побить ладьей. Ну, в принципе, ходом Х4 они добавили еще одно нападение. Которое компенсирует защиту слону. Пешки Ж5. Ну, а Ферзь Д4 это вот так вот цепляются за ладью. Ладья ЖФ1. Ладья Ф8 блокируя пешку. Ну, ладья Ж3. На самом деле, вот здесь просто пункт на Ж5 не защитим. Видите, как ладьи очень красиво поменялись местами. Грозило взятие на Ж5 ладьей с Ж1. Ну, а ладья на Ф3 выполняла роль палача. То есть, ладья Х3 был бы мат. А теперь наоборот. Ладья с Ж3 хочет побить на Ж5. Ну, а мат будет ставить уже ладья с Ф1. Ну, после ладья Ж3 здесь выиграно. Но у нас в партии было Ж5 и Ферзь Х5. Посмотрите, как лазутчик белый Ферзь пробирается. То есть, сначала был ход Ферзь Ж4. А теперь Ферзь Х5. Вот по такому зигзагу прошел Ферзь. И хочет пройти дальше. И проникнуть вот сюда. Король Ж7 препятствуя ходу Ферзь Ж6. Ладья Х3. Хотим забрать пешку. Король Ф6. Убегает король как можно дальше. Ну, и теперь ладья Д7. Как мы видим, ладья забрала на Д7 слона. Именно в тот момент, когда это выгодно белым. Потому что, таким образом, ладья не только восстановила материальное равновесие. Но и отрезала короля. Не может король теперь убежать на Е7. И теперь уже ему готовится экзекуция. Вот в этой позиции можно было сыграть Ферзь Ф1. Да, ладья когда ушла с Д1. Есть возможность этого шаха. На самом деле, здесь белые грамотно все защищали. Конь Д1. Вот так конь может проявить такую прыть. Мы видим, что Ферзя поленица нет. Мат на Ц2 не грозит. Ферзь Ф4, шах, конь Е3. Посмотрите, как красиво защитились от шахов белые. Конь защищен ладьей. В то же время, конь сам защищает поле на Ф1 от шаха. Ж4, как-то временно защищая подступы к королю черных. Но здесь белые могут просто, не будурствуя лукаво, перейти в окончание. Так как слона они уже забрали на Д7. Взяли, взяли. Вот такой размен. Шах, король Ж7, ладья Ж3. Ну и в этом окончании, несмотря ни на что, атака на короля черных продолжается. Пешка на Ф7 очень сильная. Все оставшиеся пешки черных слабы. Поэтому здесь позиция технически выиграна для белых. Но у нас, повторюсь, партия получилась намного красивее. Морисибах в тон своей соперницы, подыгрывая фактически в силе атаки, она играет Б4. Пытается развить свою атаку. Но здесь белые блеснули замечательной жертвой Ферзя. На самом деле здесь форсированный мат. Но тот путь, которым он достигается, действительно очень красив. Посмотрите. Ферзь А6. Жертвует Ферзя. Здесь Хоу и Фань. Ход заслуживает двух восклицательных знаков. Да, наверное, этот ход поверг в шок француженку. Но что делать? Приходится брать. Ладья бьет А6. Посмотрите. Пешка на Е4 выполняет роль сторожа. Ладья отрезает здесь. Это ладья здесь. Ну практически линейный мат. Но еще нет. Король Ж7. Кажется, в чем же здесь идея? Посмотрите. Белые атакуют двумя ладьями. Конь на С3 фактически сделал только один ход в этой партии. И выполняет роль защитника. Что задумала китаянка? Она просто превращает пешку в Ферзя. Видите. Пожертвовала Ферзя и поставила нового. И оказывается, что в этой позиции у черных ничего лучше. Как побить этого Ферзя и получить после ладья Х8 натуральный линейный мат. Вот такая очень красивая партия китайской шахматистки. Надеюсь, что всем вам эта партия понравилась. Если так, то ставьте лайки, палец вверх. Пишите комментарии, что вы думаете по поводу этой партии. Подписывайтесь на канал. Дальше будет еще больше партий выдающейся китайской шахматистки Хууи Фань. Благо она продолжает свою активную карьеру и радует нас такими вот своими блестящими творениями. Спасибо за внимание. До свидания.